Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», я и ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы «Антикризисный план властей». С нашими сегодняшними гостями постараемся разобраться в том, кого из этих счет предлагают спасать российские чиновники, почему двухлетняя борьба с кризисом по большому счету обернулась в фиаско, и что нужно делать, чтобы остановить беспрецедентное падение уровня жизни россиян и спад производства. Сегодня в нашей студии. Арефьев Николай Васильевич, зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству фракции КПРФ. Устюжанина Елена Владимировна, завкафедра экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук. Цагулов Георгий Николаевич, экономист, академик РАЕН, доктор экономических наук. И Потапенко Дмитрий Валерьевич, предприниматель. Здравствуйте, дорогие гости, рад вас видеть сегодня в нашей студии. Но давайте поговорим в целом о так называемом пресловутом антикризисном плане правительства, о котором говорят уже больше полугода. При этом реальные параметры долгое время не могли никому продемонстрировать. В итоге определенные цифры есть, состоит из четырех блоков. Там социальная поддержка населения и структурная перестройка экономики, и снова преодоление сырьевой зависимости. Ну и, собственно говоря, сумма, которая выделяется, примерно 740 миллиардов рублей. Елена Владимировна, с вашей точки зрения план, как вы оцениваете, насколько он дееспособен, насколько он соответствует тем реалиям и тем угрозам, которые стоят перед страной? Ну, прежде всего, плана пока нет. Это план эконом-развития. А Минфин уже возражал и уже говорил о том, что на некоторые направления он деньги не выделит. Во-вторых, если говорить о том, что это план, то это план действительно бумажный. Потому что, ну вот, допустим, возьмем поддержку бизнеса. Ну, некоторые меры, например, увеличение в два раза порога для льготного налогообложения, действительно реальны. А другие меры, ну, например, повышение прозрачности судебной системы, улучшение правоприменительной практики. Нет, все правильно. Просто сколько лет мы это слышим. Что касается поддержки отраслей, то вы знаете, больше всего получает автопром. Если говорить о том, что такое наш автопром, то во многом это локализация производства иностранных автомобилей. То есть реально никакой структурной перестройки не происходит. То же самое относится к озвученному плану приватизации. Ну, какая-то структурная перестройка. Если мы просто для того, чтобы пополнить бюджет, а есть другие способы его пополнения, начинаем продавать акции компаний, которые сейчас просели в связи с кризисом. Некоторые в два раза, некоторые на одну треть. Единственный, кто более-менее прилично смотрится, это Аэрофлот. Если мы возьмем Роснефть, у нее в два раза просели акции за несколько лет. И в это время мы начинаем их продавать. Ну, а уж кому мы начинаем их продавать, вообще непонятно. Ну, если мы продаем своим людям, то продать за бесценок, на самом деле, очень здорово, хорошая мысль. А, Дмитрий Валерьевич, вот мысли по поддержке предпринимателей, по структурной перестройке экономики, вы как их оцениваете? Вам полегчало в связи с действиями властей в последнее время? Ну, первое, значит, ну, отца русской демократии, конечно, не спасут увеличение, там, оборота малых предприятий до 120 миллионов. От 60 принципиально это ничего не поменяет, потому что ключевым фактором для малого, среднего, да даже крупного бизнеса является это падение реального покупательского спроса. Поэтому, когда у людей денег нету, то если говорить о малом, среднем бизнесе, там, ритейл, общепит, даже мелкое производство, оно закрывается по причине просто физической отсутствия сбыта. И поэтому это из разряда сейчас попыток лечить сифилис присыпками, когда уже проваливаются кости носа и все остальное, пытаться вот это все бумажкой, все прикрытие, якобы от этого что-то поменяется. Безусловно, та, там, скажем, приватизация, которая пройдет, ну, даже если предположить, что это продадут нашим же, а, скорее всего, так оно и будет нашим же через другие руки, там, через какую-нибудь BVI-ку очередную, но принципиально от этого, ну, хорошо, появятся деньги в лохане бюджета. Но это лохань бюджета из года в год, из десятилетия, из десятилетия, собственно говоря, опускается на что? Опускается на чемпионаты мира, на Олимпиады замечательные, прекрасные. У нас есть масса, там, инфраструктурных проектов. Мы уже не один раз, и не только в этой студии, но и в других студиях. Я всегда задаю вопрос, покажите мне, проведите меня к чему? К нему я хочу видеть этого человека, кому нужен этот антикризисный план? Мне в некой общей теории нужен. Вы скажите, это макулатура, она вообще обсуждалась, ну, не знаю, с каким-нибудь там средним бизнесом, вот совсем со средним, не с ассоциациями, потому что у нас очень много ассоциаций, а вот прямо вот, естественно, по земле. Вот открываем любую сейчас газету, в Тюмени закрылось 211 заведений ресторанного типа. Простите, там, в Москве таких 400. Это люди, ушедшие с работы совсем, от слова абсолютно. Вот это реальные показатели экономики. А макулатуру можно писать любую. Спасибо, Николай Васильевич. Ваше отношение к антикризисному плану, особенно к планам по приватизации госактивов, вроде как Сбербанк, который еще более-менее стоит нормальный денег в рублях, потому что, по крайней мере, приватизировать не хотят, при этом Роснефть, Аэрофлот, Нешаконумбанк, который подешевели в разы, уж тем более в долларах, вот предлагают продать и за полтора-два года триллион рублей получить. Может, в этом правда панацея? Может быть, не умеют управлять государство активами? Вообще-то, прошедшая, так сказать, нереализованная антикризисная программа, которая действовала в 2015 году, она, по оценкам специалистов, в общем-то, как бы навела кое-какой порядок в финансах, но дальше в экономику она никак не вошла и никаких позитивных изменений не внесла. Что касается финансового рынка, то тут легко заметить, что в финансовом рынке просто заперли на большой ржавый замок кредитные ресурсы и до сих пор их не отдают. Экономика в рецессии, казалось бы, нужны вливания финансовые в экономику, но все делается наоборот, чтобы экономике денег не давать, пусть так живет. Ну вот он так и живет. Сегодняшний план, который они выносят, но он предусматривает только одно – залатать дыры в бюджете. Они готовы все на это положить, но не свое только, а государственное. Вот они и внесли план приватизации. Они давно вынашивали эту идею, чтобы распродать самые лакомые куски нашей государственной собственности. Что они предлагают? Вот те объекты приватизации, которые они сейчас хотят утвердить в программе приватизации, да, цена на них упала за кризисное время. Ну, недвижимость вообще упала, акции упали у большинства и кредитных организаций, и промышленных предприятий. Вот сейчас самое время своим людям за бесценок распродать все это имущество. То есть вы думаете, что ни малые, ни средние бизнесы, ни те, кто сами что-то создавали, у них не будет денег купить эти предприятия? Да вы знаете, да все будет в темную. Раз продано своим людям через аффилированных лиц, и только потом, где-нибудь через год мы узнаем, кто же в конце концов купил и вывел эти активы. Слушайте, а это не может повториться ситуация с кредитно-залоговыми аукционами, свалочной приватизацией? Ну, наверное, нет, потому что сейчас это будет очень, так сказать, заметно. Это грубо. Мы уже все ученые, просто на чубайсовских ошибках, наверное, они уже... Более изящно, более красиво, дадут кредит от госструктуры. Тут, вы знаете, говорят финансовые инструменты, но есть инструменты махинации, они уже давно разработаны. Как обмануть простого смертного, нет проблем, обманут, тем более, что никто особенно пристально туда и не смотрит. Кто смотрит, тому щелчок полный. Спасибо, Георгий Николаевич, с вашей точки зрения, вообще как вы оцениваете антикризисный план правительства, насколько он адекватен тем вызовам и задачам, которые перед российской экономикой ставят и перед обществом в целом? Можно ли 700 миллиардами рублей, чтобы, в принципе, всего лишь даже меньше 1% от ВВП, залить дыры в экономике, которые измеряются триллионами или нет? Ну, видите, вот это действительно уже не первый у нас антикризисный план. И это о многом говорит. Это, во-первых, говорит о том, что то, что был принят этот план, который год назад, ровно год назад был принят, что он, значит, никаких особых эффектов не дал. Если бы он дал, тогда зачем бы было второе издание его? Это показатель этого. Второе, то, что действительно там ведь главная такая составляющая этого плана, вот уже об этом говорила с коллегами, это продажа государственной собственности. Причем, вот знаете, здесь настораживает, что это не просто, так сказать, вот продажа активов, а еще есть здесь утверждение следующее, что это делается, в общем-то, и для того, чтобы неэффективную государственную собственность превратить якобы в эффективную частную собственность. Это уже, это уже, понимаете, это вот мантра, которая четверть века пропагандируется теми же людьми, которые сейчас стоят во главе экономического блока. Вот Гайдаровский форум, о котором говорилось когда-то здесь, полностью вот это, понимаете, подтверждает, что вот они правят балл по-прежнему. Но если даже отбросить это и посмотреть на то, как будет продаваться это государственное собственность, то мы увидим выпиющие вообще факты. Какие? Миллиардер или олигарх Фридман, он продал, один из собственников ТНК БИПИ, продал Роснефти за 40 или 50 миллиардов долларов, компанию. Теперь эти активы продаются в 3-4 раза дешевле. Значит, что же возникает? Возникает, что это значит огромнейший ущерб нашему государству, понимаете. У олигархов мы выкупали по ценам тогда, когда была самая высокая цена, а сейчас опять же нашим олигархам мы будем продавать это по цене в 3-4-5 раз дешевле. То есть приватизацию вы поддерживаете или не поддерживаете? Она может решить наши все накопки? Конечно, она ничего не может. Государственное, понимаете, наоборот, сейчас время такое кризисное, что по логике вообще мы должны сделать упор на государственную собственность, чтобы как-то вытащить нашу экономику. А происходит все с точностью, да, наоборот. И это идет, конечно, от чего? Это идет вот от этой установки, понимаете. Раз, а второе от безвыходного положения. Действительно, видите, ничего не остается, как распродавать самое ценное. Это же в эти предприятия, которые будут продаваться, туда входят и стратегически важные. Нет, а вот вопрос, а какова вот доля, скажем, вот есть такая точка зрения, что висит антикризисный план и план по приватизации. Они, в конечном счете, нацелены на прокорм отдельных крупных таких монополий и приближенных к власти олигархов, бизнесменов. Вот вообще, с вашей точки зрения, этот антикризисный план дойдет до конечного получателя? До малого бизнеса, до среднего бизнеса, до аграриев? Или до тех же потребителей, там, покупателей автомобилей? Или опять-таки по серым схемам все сядет где-нибудь не так? Я понял ваш вопрос. У банков либо у сроков. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, антикризисный план дойдет до обычных людей каким образом? Вот в этот план входит такая программа, что на 2% надо взять зарплату с людей, снять деньги для того, чтобы пополнить пенсионный фонд, который, значит, недостаточно проиндексирован. И чтобы вот пенсионеров, значит, прокормить, надо снять самых бедных еще 2%. Это в условиях, когда люди не могут сводить концы с концами. Когда они не могут платить за эти ЖКХ, где все растет, где какие-то, значит, новые там платежи, штрафы и прочее, понимаете? Всякие вещи. И вот еще идет огромнейшая инфляция, и люди не могут сводить концы с концами на них, на тех, на неимущих. Значит, накладываются дополнительнейшие налоги. А. Создаются новые условия для того, чтобы, я думаю, там кто-то глаз положил на эти предприятия. И это делается, так сказать, неспроста, а с того, что кто-то понимает, что сейчас цены на вот эти активы достигли дна, и их очень хорошо бы прихватить. Вот здесь говорили о залоговых аукционах, что, может быть, это не совсем так будет. Конечно, это будет не совсем так. Но, по сути дела, это может быть вторым изданием залогов аукционов. Этого исключать нельзя. Спасибо, спасибо большое. Адмир, с вашей точки зрения, для кого и с каких целях затеяна новая приватизация? И как это скажется на рейтинге президента, ведь все-таки, что там выборы и в Думы президентские через два годика вроде же, как нельзя что-то подставляться? На рейтинге президента это скажется исключительно в сторону увеличения. Мне кажется, что он должен все-таки стать, наконец-то, 146%. Потому что, мне кажется, что те 86 или 89, это недостойно нашего лидера. Поэтому рейтинг должен все-таки быть выше 100%, не как в других странах загнивающих. Если говорить о приватизации, которая будет проведена, но у меня особых сомнений нет, что заводить какие-то иностранные деньги сюда бессмысленно. Потому что, если даже исходить из некой парадигмы иностранного инвестора, иностранному инвестору нужно обеспечение прав собственности, судебное соблюдение его прав как в суде, так и в правоохранительных органах. И поэтому рисковать, заходя в стратегические даже активы, никто особо не будет. Скорее всего, если бы, как говорится, плохим олигархом был бы я, то, естественно, я бы через какие-нибудь фонды печати, типа, там, даже через биржу прокинул бы деньги, которые саккумулированы в валюте, и, соответственно, которые подорожали, и выкупил бы эту часть. Но тогда в этом есть, ну, это такая нормальная спекулятивная биржевая игра. Так вы объясните, я не могу понять лойку. Вроде как президент говорит, давайте не будем продавать дешево за бесценок, хотя цена какая есть, такая есть. Но при этом надо все равно продать. При этом давайте не продадим зарубежным западным инвесторам, но и у российских денег нет. И вроде бы логично было бы взять деньги, скажем, в кредиту Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, но мы еще и госбанков деньги не возьмем, так кому отдать эти активы? То есть кто должен откупить, у кого деньги-то есть? Ну, если они у вас есть, у малого бизнеса. Ну, у малого бизнеса не существует, и у среднего бизнеса не существует. Мы настолько закредитованы, что если по формальным признакам каждую из нас взять за машину, то и при прижать там какой-нибудь кредитной ставкой, что регулярно делают банки, когда ее регулярно повышают, то, по сути дела, весь бизнес принадлежит уже давно банкам. Если мы возьмем, не к ночью, по менту, сельхозку, то, в общем, она вся заложена, перезаложена. Елена Владимировна, ваше точка зрения по приватизации, может это реально решить проблемы, которые у нас накоплены и с инвестициями, с уровнем жизни, и со структурными перекосами, со всем остальным? Вы знаете, ну, прежде всего я хотела бы сказать, что это миф, что у нас много государственной собственности. Дело заключается в том, что большинство наших корпораций, это квазинационализированные, это такая была квазинационализация, выстраивание очень длинных, очень многоярусных структур. Ну, вот возьмем госкорпорацию Ростехнологии. Она владеет 100% акций оборонпрома. Оборонпрома владеет 100% акций вертолета России. Вертолеты России владеют контрольным пакетом акций Миля. У Миля еще множество дочерних дочек и так далее. То есть говорить, что это государственная собственность в ее классическом понимании, нет. Если мы возьмем, как финансируются все эти госкорпорации, то они тоже финансируются, знаете как, через верхний уровень в основном. Ну, чем больше уровня ты проходишь, тем меньше доходит до того, кто, собственно говоря, эти фюзеляжи делает. И, соответственно, говорить о том, что нам не нужно приватизировать из-за того, что государственная собственность лучше частной или наоборот, да как у нас частной собственности нет, по сути, так у нас и государственной собственности нет. Что же у нас тогда, что за химера-то такая? У нас, вы знаете, вот... Феодальная это называется, феодальная-вассальная собственность. Я бы сказал, бюрократический олигархический капитализм. Вот такое определение, это самое правильное. Вы знаете, дело в том, что, вот, я уверена, что Георгий Николаевич не читал мою докторскую диссертацию, но там это названо именно бюрократической собственностью. Видите, мы здесь в данном случае. Значит, если говорить о том, что сейчас вот хотят взять этот триллион якобы рублей, то читайте отчеты счетной палаты. За предыдущие пять лет получено денег в четыре раза меньше, чем ожидалось. Ну, правда, там не все акции были приватизированы и так далее. Поэтому вот это обоснование, что мы избавляемся от каких-то ненужных нам активов, ну, конечно, совершенно не объективно. Но, понимаете, какая здесь существует вещь? Это позволяет правительству и президенту говорить о якобы проводимых структурных реформах. Здесь гораздо важнее слова, чем смыслы. То есть имитация некой бурной деятельности, что мы что-то уже нечастливы. От того, что вы продадите часть акций Роснефти, какая будет структурная реформа? Никакой. Спасибо. Ну, раз уж мы заговорили про счетную палату, давайте вспомним, что буквально на днях президент России наградил Татьяну Голикову орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Как раз вот 9 февраля Татьяне Алексеевне исполняется полвека. Как вы думаете, счетная палата действительно эффективно борется с нецеливым использованием бюджетных ресурсов? Насколько у нас эффективно работает контрольно-надзорная деятельность именно в этой части? Может быть, можно провести все эти преобразования и приватизацию, если у нас эффективно работает счетная палата? Может, у нас все хорошо, мы тут загущаем краски? Можно по-разному измерять эффективность. Но то, что из отчетов счетной палаты можно получить очень много информации и о том, как действуют наши госкорпорации, и о том, как исполняются раньше федеральные целевые программы, а теперь государственные программы, просто дело в том, да, эти отчеты есть в открытом доступе и в интернете. Вот я, например, в своих исследованиях все время опираюсь на их отчеты. Второй вопрос, что почему-то кроме ученых на это никто не опирается. Но информация – это очень и очень важная вещь. Если бы на эти отчеты опирались бы, условно говоря, АБЭП, Генпрокуратура и Следственный комитет, это было бы более эффективно. Другое дело, в том числе и по Роснано. Николай Васильевич, так все-таки, насколько у нас эффективно работают контрольно-надзорные органы, и какая вероятность того, что эти 750 миллиардов рублей антикризисного плана не распилят, не поведут в офшоры, не сидят в карманах? Я хочу сказать, что все наши государственные институты работают в той мере, в какой им это позволительно. Потому что все регулируется. Мы недавно здесь дебатировали, что независимый суд, независимые какие-то контрольные органы. Нет ничего независимого, все зависит. Счетная палата, это то, что она публикует, это только вершина айсберга. Все айсберги похоронены там в сейфах у них. Там очень крупные специалисты работают, дотошно выискивают все абсолютно несоответствие расходованию бюджетных средств. Но, к сожалению, выносятся на поверхность только та малая часть, которая вроде бы более-менее... А что делать, чтобы не воровали? А вот смотрите, вот что делать. Вот мы сейчас, нам внушают, что надо распродать государственную собственность, но вот потому что в бюджете для пенсионеров денег нет никак. Они же умрут, если мы не распродадим все это. А на самом деле все по-другому. Ведь вы, наверное, вот здесь почему-то никто не упомянул. Буквально 15 дней тому назад обнаружилось, что в военном министерстве схоронен 1 триллион рублей. Это не такой маленький размер. Если 3 триллиона в прошлом году давали на весь год, а один они запрятали, но тогда надо из бюджета этого года снять 1 триллион, пустить на пенсионеров, а они пусть обходятся тем, что у них есть, они все равно этот триллион не съедят за 16-й год. Уже полтора-два года подниматься программой импортозамещения. Были майские указы, были призывы к наноиндустриализации, к переориентации экономики сырьевых рельсов на инновационные рельсы. Что-то, что они какие-то программы-то пишут. Сейчас стратегия будет 2030, потом 2040, 2050. Там что-то может быть и назреет у нас хорошего. Их можно хоть сотню наплодить. Но дело в том, что вы знаете, все эти программы ориентируются на одно. На мониторинге, на создание инвестиционного климата, на создание конкуренции. Вы знаете, вот эти вот вещи, их ни километрами, ни килограммами никак нельзя измерить. На них тратятся огромные деньги, миллиарды. А толку от этого никакого климата, ни конкурентного, ни инвестиционного до сих пор не создано и ничего нет. Мы хотим импортозамещение? Давайте в программе напишем. Построить 20 швейных фабрик. Нам нужны новые технологии? Давайте построим 15 станкостроительных заводов. Нам нужны корабли? Давайте либо отреставрируем, либо построим 10 судостроительных верфей. Но ведь нет же ничего. Вот нам в прошлый раз Дворкович приходил, отчитывался в Думе. Я ему оппонировал. Он нам начал объяснять, что импортозамещение есть. Есть. Вот ей-богу есть. Но оно настолько микроскопическое, что макроэкономические показатели не играют никакую роль. Но если вся экономика в рецессии, тогда о каком импортозамещении можно говорить? Георгий Игоревич, вопрос к вам. Скажите, вот очень многие так называемые финансовые консультанты правительства и так называемые финансовые алхимики во власти говорят, что в принципе это все же в России хорошо. И по рейдингам мировой конкурентоспособности мы двигаемся вверх, пускай там на пару пунктов, но тем не менее. И что ключевой фактор конкурентоспособности российской экономики, который вот у вас появился и пользуетесь им, это именно дешевый рубль. Напомню, что там с 2014 года рубль упал к доллару в более чем в 2,5 раза, а за 8-летку более чем в 3,5 раза. Вопрос, как мы помним заявление Медведева, что вот видите, мы же дали аграриям уникальный шанс для импортозамещения. У вас дешевый рубль, такого никогда, как они говорят, не было в истории России, забыв, что в 90-е годы курс рубля к доллару упал в тысячи раз на самом-то деле. Что-то там почему-то не было импортозамещения, что-то как-то не срослось. Теперь-то срастется, может быть слабый рубль это реально ключевой фактор конкурентоспособности. Пускай не то капитал, пускай высокие проценты ставки, налоги, но как-то вот мы за счет рубля что-то здесь не импортозамещаем. Да, вообще ведь вот в других странах так случается, когда, значит, валюта девальвируется, это создает определенные конкурентные преимущества. В других странах да, но не у нас. Но не у нас. Понимаете, у нас настолько сильный кризис и настолько у нас вот эти высокие ставки процентные, что у нас предприятия, они находятся, ну, в нокдауне, если не в нокауте. Они же ничего не могут, не взять денег, ничего. Какие могут быть импортозамещения, какие могут быть конкурентные улучшенные условия, если ситуация такая, что все просто сворачивают свои производства, потому что другого нет. Вот поэтому это у нас совершенно не работает. Поэтому никакого преимущества от этой девальвации рубля мы не ощущаем. Если мы сделаем 150, 200 рублей за доллар, 1000 рублей за доллар, что-то может быть здесь на счет возревает. Есть такие подсчеты, что сейчас надо, чтобы у нас, значит, не было дефицита нашего бюджета, надо сделать, значит, соотношение между долларом и рублем в 210 рублей. Ну вот. Ну нет, что вот. Тогда, значит, мы похороним, понимаете, миллионы населения. Но вы понимаете, что если люди сейчас уже 22 миллиона, которые не могут сводить концы с концами, ниже бедности, то сколько их станет тогда? Значит, этот путь, он, понимаете, ведет просто к смертности. К увеличению смертности, сокращению населения он совершенно не подходит. А может, там новую шоковую терапию, через это надо нам пройти? Шоковую терапию мы один раз проходили. И я вам хочу сказать, что сейчас ведь те же самые лекари находятся на Капитанском мостике. Это же наследники тех, которые сделали шоковую терапию, понимаете? И, к сожалению, вот пока тот тренд, который мы наблюдаем, это идет, так сказать, если не к шоковой, но вот к таким, к такому медленному, к медленной агонии, понимаете? Вот к чему ведет вот этот вопрос. Его надо менять принципиально, надо заменить в первую очередь тех людей, которые находятся в экономическом блоке правительства. Они дискредитировали себя так. Я не знаю ни одной страны мира, где бы вот после таких результатов эти люди могут оставаться, понимаете, и все время говорить о том, что вот-вот еще немножко и что-то будет. Это нигде. Я не видел ни одной страны. А вот куликадрово поведение, что бы вы еще предложили заменить? Что бы вы еще предложили заменить? Я бы предложил заменить нашу систему общественно-экономическую. Эволюционно, плавно, но для этого надо определить, где мы находимся сейчас, что она собой представляет, и та, к которой надо стремиться. Вот без этого, а этот вопрос, он нигде не ставится. Его не могут и не должны ставить те люди, которые, потому что они стоят из того, что у нас нормальное общество. Но это нормальное общество ведет нас, как вот Титаник, так сказать, погружается все глубже и глубже. Вы понимаете? Вот в чем дело. Спасибо. Дмитрий Владимирович, давайте антикризисная программа действия Дмитрия Владимировича Потапенко. И что же дешевый рубль-то не помогает вам? Вам импортозаместие что-нибудь произвести здесь, собственно говоря, победить глобальный? Ну, первое, надо для себя понимать, значит, конечно, ставки высоки, но в 90-е были ставки еще выше, и можно было при этом работать. Но проблема совершенно в другом. Проблема в том, что на сегодняшний день запретительные абсолютно документы для кредитования как такового. Потому что ставку, понятно, что она неприемлема, она высока, и можно с ней долго там ругаться. Но, тем не менее, там были ставки и выше, и мы поднимались и выкручивались. То есть мы уже, предприниматели России, по-моему, такие люди, которые дустом их травят, они умудряют все равно выкручиваться. Но запретительные документы, а это все идет, собственно говоря, от требований Центробанка, который спускает это в банки, то есть обеспечение, личные поручительства, это нереально абсолютно взять от слова совсем. Мало того, что старые проекты еще повышаются ставки, и ты уже закредитован по самому не балуйся. Но здесь нужно, конечно, безусловно, не только проституток менять в этом борделе, а надо бордель сносить и, в общем, здание строить. Я, конечно, не сильный спец, но 99 в прогрессе, наверное, министерств и ведомств я бы разогнал, в которых нет необходимости для реальной экономики. Потому что, сталкиваясь с регуляторными вещами, которые они выпускают на поверхность, хочется сказать, что, в общем, лучше бы, там, не знаю, они пошли бы посуду, меня помыли, или, в крайнем случае, машину разгрузили, это было бы больше пользы. Потому что количество вот этих министерств, ведомств, чиновников растет пропорционально, и комиссии вокруг них, а бизнес дохнет и дохнет. Разговоры про импортозамещение, они, можно продолжать их долго, у нас товара нету и отечественного от слова совсем, он либо импортный, либо квазиимпортный. Когда мы говорим о картошке, мы забываем сказать, что посевной материал на 90% голландский, когда мы говорим о моркови, мы забываем сказать, что посевной материал, опять-таки, не наш. То же самое, когда мы любим поговорить о свинине, о птице, забывая рассказать, откуда у нас, собственно говоря, приходит оборудование, откуда у нас приходит корма, откуда у нас приходят вакцины и все остальное. Понятно, что-то мы здесь делаем, но все равно от 25 до 60% в нашем товаре все равно вольт. Я вам вопрос ввести, но вот при смотрим про импортозамещение 2 года, на всех телеканалах, на госканалах 1, 2, и так далее, говорят, что вот-вот у нас там в детском хозяйстве идет некоторый, но подъем там на 4, 5, 7, 10%. Вы заметили появление качественной, нормальной, съедобной, не опасной для человека? Сырная замазка появилась в большом количестве, то бишь мы, конечно, сказали, что нам не нужен пармезан и хамон, но сырная замазка взамен качественного сыра появилась. То есть, Павел, опять-таки, от растительного масла, да? Это не только масла, но самое основное, у нас нет молока, для того, чтобы начать производить сыр, должно появиться молоко, а его у нас нет, от слова совсем. Потом должны появиться технологии. Почему-то проклятые, там, условно говоря, итальянцы сделали пармезан, а вот немцы не смогли пармезан, а мы сказали, что за 3 месяца у нас будет пармезан. Не то, чтобы мы его любим, но это технология, и поэтому выращивание качественного продукта, это долгая технология, 5-летие, 10-летие, и точно ни год, ни полтора, а для этого должны быть базисы, а базисов у нас нет. Прилагая ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия», опрос был следующий. Что должно занимать центральное место в антикризисной политике государства? 13% структурной реформы, создание привлекательного инвестиционного климата, 2% денежные вливания в регионы, 30% поддержка перспективных отраслей промышленности, 55% обеспечение социальной стабильности. Елена Владимировна, какой вариант лично ближе или все вместе у вас свой здесь рецепт? Может, вообще не с того начало наше руководство страны заниматься антикризисной политикой? Вы знаете, если говорить о цели, то, конечно, структурные реформы, потому что сейчас у нас экономика находится в очень-очень тяжелом состоянии так называемой голландской болезни. Но вот что вызывает опасение? Что вот если мы в очередной раз это как цель провозгласим, то продолжится все то, что происходит. Ведь понимаете, какая штука? Слабый рубль, он опасен не только тем, что беднеет население, он опасен тем, что падает платежеспособный спрос. Экономика заводится от денег. Деньги – это топливо экономики. Когда в экономике нет денег, тогда нет спроса ни потребительского, ни инвестиционного. У нас сейчас все очень здорово для правительства. Чем слабее рубль, тем больше бюджет. И тем правительство выглядит перед населением вроде бы приличнее, если не смотреть на кассовые чеки в магазинах. Когда ты либо покупаешь в два раза меньше, либо за то, что ты всегда покупал, платишь несусветные деньги. Поэтому здесь речь идет о чем? У нас не понимают самое главное. У нас все время ждут. Вот сейчас мы 2-3 года переждем. Цены неизбежно будут расти на нефть. Не сразу, но будут. И опять у нас все будет в шоколаде. Но ведь понятно, что не будет, потому что еще через несколько лет цены на нефть упадут. Ну, может быть, через 10 или 15. Просто в результате появления энергоресурсов-заменителей. Мы все... Вот знаете, вот эта вот краткосрочная ориентация, это самое страшное, что есть во всех наших программах. Мы все время ждем. Вот сейчас вот продержимся, вот рубль ослабим, вот из резервного фонда что-то потратим, продержимся, а потом опять будем жить счастливы. И кто-нибудь там из рубежа нам поможет. То ли нефть подскочит, то ли китайские деньги попросить в экономику. А еще есть один миф о так называемой реиндустриализации. Вы понимаете, какая штука? Вот сейчас есть просто статистические данные, что 80% международной торговли – это не свободная торговля, а это цепочки создания стоимости. И есть измерения, кто в этих цепочках создания стоимости оттягивает на себя львиную долю коллективной эффективности. Расположенные на крайних концах этих цепочек, либо вы контролируете рынок, либо вы контролируете исследования и разработки. У нас какая-то, знаете, в 50-летней давности история, что вот сейчас промышленные предприятия начнут предъявлять спрос на исследования и разработки. Уже давно эти цепочки создания стоимости строит Apple, а не китайцы, которые выпускают эти телефоны. А на что у нас сокращаются инвестиции? В исследования и разработки. На человеческий капитал, в том числе, на образование. И безусловно. Спасибо. А Николай Васильевич, вам какой вариант ближе, либо вы предложили бы собой, с чего начать-то все эти перестройки, антикризисные планы и далее по списку. Социальная стабильность, поддержка регионов, перспективно отрасли промышленности. Вот что? Ну вот я в первом пункте уже разочаровался. Я знаю, что наше правительство не способно делать вот это. Я думаю, что им по силам больше вот третий вариант поддержки перспективных отраслей промышленности. То есть Газпромов, Роснефти и Россети. Да. Если хотя бы перспективную промышленность они поддержат, сама промышленность себя вытянет без вмешательства правительства. Там хотя бы деньги сыграют свою роль. А здесь же в структурных реформах там же думать надо. А кто же будет думать, если думать некому? А все остальное будет вытекать из этого, будет работать промышленность, экономика. Значит и будут деньги в бюджете, и социальная стабильность появится, все будет. Но одно хочу сказать, что нам от сырьевой модели надо уходить. У нас вот все проектировки, даже несмотря на то, что нефть сегодня, так сказать, не основной источник дохода в бюджете, все равно считается с гаданием. А какая же цена будет на нефть? И никак они от этого не могут. Почему не гадают, а сколько мы выпустим автомобили, а сколько построим самолетов, а какая будет выручка? Нет. Только нефть их интересует, больше ничего. Так вот, чтобы раз и навсегда отбить им охоту считать или прогнозировать хотя бы цену на нефть, вот надо создать вторую индустриализацию нашей страны. Чтобы они считали, сколько машин, тракторов, самолетов выпустили, а не варили нефти. Вот тогда это будет экономика. Игорь Ильич, давайте поговорим про регионы, в том числе о том регионе, с которой вы являетесь таким депутатом. А сейчас принято перекладывать бремя социальных расходов, антикризисных программ именно на региональные бюджеты. При том, что они сами по себе трещат по швам. Три субъекта федерации уже находятся в состоянии скрытого дефолта. Суммарные долги уже превысили 2,4 триллиона рублей. И в принципе, есть такая точка зрения, что именно регионы первыми взорвутся и первыми повалятся. То есть, федеральный центр, конечно, будет заливать их деньгами, давая бюджетные кредиты, замещая кредиты коммерческих банков. Но это как бы дело все ненадолго. Вот могут ли регионы самостоятельно как-то создать у себя новые точки роста, стимулировать какую-то предпринимательскую активность, там, скажем, сгладить социальные последствия от падения уровня жизни населения или нет? Нет. Дело в том, что построить коммунизм в отдельно взятой области, но я давно убедился, практически невозможно. Потому что мы живем в едином экономическом пространстве и в едином правовом пространстве. И выпрыгнуть из него и сказать ей какое-то особенное нельзя, потому что либо тебе прокуратура задавит, либо ты обанкротишься, потому что рынок тебя не воспримет. Поэтому здесь должна быть единая экономическая политика нашего правительства. И не надо сваливать все на регионы. У нас же Медведев как сказал, ну это же они взяли кредиты, ну вот пусть теперь расплачиваются. Вы меня извините, у нас раньше доходы государства, я имею в виду бюджетную систему, делились 50 на 50. 50% федеральному правительству, 50% региону. А сейчас? А сейчас уже меньше 30% дается регионам и более 70% получает федеральное правительство. Но зато полномочия все туда, как в помойную яму. Но вот еще 2-3 годика можно начаться парад суверенных дефолтов, квазисуверенных, либо знаете, как это было в 90-е годы парад вот таких региональных суверенитетов, когда захотят местные... Нет, любая экономическая ситуация рано или поздно вытекает в политическую, потому что мы никуда не денемся. Если губернатор обанкротится полностью, он вынужден будет крикнуть, долой правительству, потому что оно не выполняется. Георгий Николаевич, вот одно из главных достижений 2000-х годов, это якобы социальная стабильность, которая базировалась именно на 6-5-кратном росте цен на энергоносители и, собственно, на притоке нефтедолларов зарубежного капитала в российскую экономику. Но за последние 2 года, по большому счету, реальный уровень жизни россиян упал по разным оценкам, в 1,5-2-2,5 раза, смотря, кто где находится в социальной группе и страте. Сегодня средняя зарплата в промышленности в России ниже в пересчете на доллары, чем в Китае уже более чем на треть. Вот с вашей точки зрения, куда этот тренд и как долго эта социальная стабильность будет поддерживать, собственно говоря, эту политическую всю настройку? Продолжаться долго это не может. Наш народ терпеливый, но, так сказать, всему бывает начало и конец, понимаете. Поэтому мне кажется, что это очень опасная, взрывоопасная ситуация сейчас. Все-таки экономика мировая идет, у нее сейчас тренд другой, а мы находимся в противофазе. И это наш собственный кризис. Это вот его история такая, что то, что сделали в 90-х годах, это вот сейчас усугубилось. И пока мы не изменим кардинально нашу структуру, вот вы говорите структурные реформы, но структурные реформы это действительно самое главное. Я с Еленой Владимировичем согласен, только в нашем понимании это одно, а в их понимании это совершенно другое. Вот если мы не совершим структурные реформы, то мы из этого кризиса не выйдем никогда. И мы окажемся в такой ситуации, что произойдет взрыв. В чем глубинные причины сегодняшнего социально-экономического кризиса, и что нужно делать, чтобы из него выйти, то вы бы что порекомендовали? Я бы порекомендовал вернуться к планово-рыночной системе. Планово-рыночной. Мы похоронили плановую систему руками Гайдара, Чубайса и прочих, и ушли в самый худший капитализм, бюрократический, олигархический. Сейчас, чтобы наладить дело, нужно восстановить не госплан, но нечто подобное, потому что без этого мы не можем ничего. Мы можем прогламировать их все время, менять наши бюджеты и прочее, но мы не можем создать структуру экономики, которая более-менее гармоничная, если не вернуться к плановой системе. Не просто к плановой, а к планово-рыночной. Это новая система, которая показывает не только у нас, но во всем мире преимущества. Все страны, которые идут вперед, они идут вперед, потому что у них и планы, и рынок вместе идут друг с другом. Спасибо. Дмитрий Валерьевич, давайте ваш, если можно коротко, в чем причина этого кризиса, собственно говоря, глубинной, и что нужно делать, чтобы из него выйти-то? Поведение курицы не очень влияет на поведение лисы, поэтому, конечно, безусловно, мы как корм можем что-то высказывать, но до тех пор, пока весь корм, уж извините, я, вы, хоть как-то не скажет свой голос, то, в общем, мы так и будем продолжать оставаться. То есть вы не верите, что в верхах очнутся люди и вдруг вспомнят про незрешение? Они давно очнулись, они знают ситуацию существенно лучше, чем мы, и то, что они делают, абсолютно, извините, если исходить из механистической модели, очень правильно. В моем понимании неправильно то, что если исходить из механистической модели, то, что у нас пока что еще больше трех каналов, больше одной радиопрограммы, и не закрыт фейерн. Не дай бог они посмотрят эту программу и слушают ваши рекомендации, Петрович, и знаем, кого винить. Елена Владимировна, в чем глубинная причина этого системного, структурного, как угодно, кризиса? Ваш слом перерастет, и что сделать, чтобы его остановить, смягчить? Ваш рецепт, прежде всего. Ну, в данном случае, я согласна с Георгием Николаевичем, кризис, безусловно, структурный. А в основе его лежит, ну вот, что делать? Голландская болезнь, извините, другого слова не придумано. Виноваты, как всегда, коммунисты? Сталин, Ленин? Да ну что вы. Есть три точки зрения. Первое, что виноваты во всем коммунисты, что за 70 лет они создали как бы недееспособную экономику. Второе, что виноваты во всем Запад. И Обама, конечно. Да, потому что он советовал нам, вот так вот, и мы следовали его советам. А третье, это, я не согласна с некоторыми резкостями в том, что говорит Дмитрий Валерьевич, но все-таки низкая квалификация тех, кто, собственно говоря, делает программы, принимает решения и так далее. Или злой умысел уж, не дай бог подумаем. Вы знаете, я вообще не сторонница жидомасонского заговора. Я просто хочу сказать, что вот когда Гайдар писал свою книгу долгое время, он сказал, мы все сделали правильно, только не учитывали институты. Ну то есть самое главное. Понятно, да, понятно. А сейчас все то же самое. Совершенно не понимается. Ведь кое-какие решения принимались. Деньгами поливали в 2000-е годы тот же оборонный сектор. Даже чуть-чуть повысили кое-где выпуск, эффективность на уровне ниже... Спасибо, повышать эффективность. Спасибо. Николай Васильевич, коротко, собственно говоря. Что делать? В чем причина? В чем причина? А причина, мне кажется, вот в чем. В частной собственности. Вот как мы только развернулись от государственной собственности к частной, так все полетело к черту. И сельское хозяйство, и промышленность, мало того, сегодня добивается уже, это частная собственность добивает высшую школу, среднюю школу, детские сады. И вот сегодня, вот мы сейчас говорили здесь, у нас, ну вот в случае девальвации рубля, действительно уникальная возможность развивать бизнес, потому что наша продукция может быть конкурентоспособной. Так, так, да. Даже на внутреннем рынке. Но где же эта хваленая частная собственность? Где ее инициатива? Почему нет импортозамещения? Почему мы говорим, что вот частник, он вот не на дому плану, он сам все возьмет и сделает. Где? Третий год. У нас кризис. Это третий год кризис. Правительство не может разработать никаких антикризисных мер, и они не выполняются. А частный бизнес лежит и дремит, и думает, а когда же наступят хорошие времена, вот тогда я буду вкладывать свои средства в производство. Ничего не делается. Так, выход один. Возвращение к государственной собственности и к планированию. Все. Спасибо большое. Уже вы гости, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы понимаем, что кризис России всерьез надолго, никаких проблесков, надежды нет. Ну а тот свет, который впереди есть, похоже, что это все-таки паровоз, который мчится, так сказать, в лицо навстречу всем нам, 95% россиян. На эфире была программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорой встречи.